В Твери открылась выставка женских портретов «Я люблю жизнь». Модели фотосессии выступили женщины, которые перенесли онкологическое заболевание и тяжелые этапы лечения. Подробнее в нашем сюжете. Глядя на портреты этих счастливых и красивых женщин, никто не задумывается, что в своей жизни им пришлось пережить черную полосу. Слово «рак» для каждой из них когда-то стало приговором, но они стойко и бескомпромиссно вцепились в схватку с болезнью за свою жизнь. Алина Рыбакова несколько лет назад нащупала новообразование в груди. Сначала не придала этому особого значения, однако потом, когда горошинка начала увеличиваться в размерах, обратилась к врачам. По результатам гистологии уже обнаружили, что это злокачественная, агрессивная форма. И началось лечение буквально сразу. Следующие полгода девушка не забудет никогда. Химиотерапия, двухсторонняя подкожная операция и обследование каждые три месяца. А потом облегчение и чувство бесконечного счастья, что все удалось. Много что перевернулось в сознание, в понимание, в осознание. По-другому смотришь на вещи, на какие-то... Ну, в общем, все кажется, мне кажется, такими пустяками. То есть самое главное, там, родные, близкие, здоровые, счастливые и больше остального, все ерунда. Каждый год такой же, как и у Алины, диагонас ставит более чем 60 тысяч россиянкам. Считается, что опасность заболевания накладывается на каждую пятнадцатую женщину. В России лишь 20% из тех, кто должен проходить маммографию, ее проходят. 40% случаев рака груди выявляется на запущенных третьей или четвертой стадиях. Десятилетняя выживаемость рака молочной железы на ранних стадиях составляет около 90%. Поэтому мы призываем женщин раз в год обязательно делать маммографию, ИЗИ, наблюдацию специалистов, для того, чтобы мы ни в коем случае не упустили именно момент выявления онкологического процесса на ранних стадиях. Проект «Я люблю жизнь» создан для эмоциональной поддержки людей с диагнозом «онкология». Он помогает, вдохновляет и дарит положительные эмоции тем, кто в этом действительно нуждается. Это реальные истории успешного исцеления, которые показывают, насколько важно не опускать руки и верить в свои силы. Продолжение следует...